Друзья, мы прибыли к Новоспасскому монастырю. Монастырь считался царским, особенно ещё был в III веке. Потом Иваном Калитой перенесён за стены Кремля. За кремлёвские стены. И Иваном III уже восстановлен. Вплоть до XVIII века здесь хоронили царей Романовых, царей, князей. Сходим, сейчас перекусим. Сейчас посидим. Смотрите, потому что закроется там скульптура. Это Андрей Рублёв. А куда? Сделал новую фигуру. Молодой тогда ещё канёнка. Это тёмно. Друзья, побывала в этом храме. Такой хор здесь прекрасный. Масштабный. Масштабный сам храм. Тёплый. Давайте пройдём галерею. Скоро мы двинемся в храм, где напротив находится икона Матронушки с глазами открытыми. Зрячая. А здесь находится оригинал Смоленской Божьей Матери, которая подарила Енокиме Марку. Благодарность, когда её сыну венчали на царство. И список тут есть, и оригинал, и копия. И они, Смоленская икона, то есть здесь заходишь в этот храм и можно излечиться. А также здесь есть более поздняя икона, написанная Всецарица. Ей очень многие лечатся и говорят, что она избавляет от, вернее облегчает страдания, кто-то излечивается от тонко заболевания. Большой, красивый такой монастырь. Сюда много было вложено царских денег. Единственный монастырь сохранился после разрушения. После революции избежал разрушения, потому что здесь был архив НПВД. Также здесь была расстрельная тюрьма, то есть тут такая спорная энергия. Но, тем не менее, заходите в храм и Смоленская икона, это она, может излечить вас и улучшить состояние. То есть царица, то есть молится, не всем молятся, но почему-то вот считается, что это тонко заболевание. А Смоленское от всех, и для благополучия семьи, и от всех заболеваний. Напомню, что монастырь был образован в 3 веке как Данилова церковь. И потом стал Данилов монастырь мужской. Огромная-огромная колокольня. Здесь также похоронена княжна Тараканова обманутая. И заточенная в стенах монастыря, но не озлобившаяся, а вставшая на духовный путь. Даже приобретшая духовные знания. И, можно сказать, даже какое-то ясновидение. Если в покрослом монастыре, где Матронушка, красные стены, то здесь белоснежные. Очень красивая роспись стен в монастыре здесь. Храм Спасо-Преображенский, монастырь Новоспасский. А мы с вами сейчас пойдем напротив храма. А мы с вами находимся в Москве. Напомню, и продолжаем изучать московские монастыри. Отсюда видна, друзья, огромная колокольня Новоспасского монастыря. Хорошо проглядывается. Икона Матронушки с окружными глазами находится в храме, который вот напротив Новоспасского монастыря мужского. И напротив храм сорока севастийских мучеников. История которых еще в Риме, когда начало зарождаться христианство, эти сорок легионеров приняли мученическую смерть. Их вывели на открытое озеро, водоем, в мороз. А напротив была баня затоплена на другом берегу. Им сказали, если вы отречетесь от веры, то можете испариться, согреться в этой бане. Но они отказались. Вот такая вот брусная история. Храм надо издалека посмотреть. Вблизи не видно. Икона здесь живая. Изречивается очень еще недорогая лавка иконная. Еще в Новоспасском монастыре хранится такая реликвия, как пояс Иоанна Кронштадтского. Его нашел священник Владимир. После того, как ему выделили участок церковный, как правильно сказать, да, церковный участок на богослужение. И там был старый дом в Потапе. Этот армейский был священник. Вот. И подкопали такую реликвию. Потом обнаружилось, что это пояс Иоанна Кронштадтского. Священника и словилищего. Очень-очень духовного человека, исцеляющего молитвами людей. Кстати, когда к нему ездила в паломничестве Матрона, с повестящей дочери Лидии, сопровождала односельчанка ее, еще в молодом возрасте. И он подозвала и говорит, вот он, восьмой столб православия. Друзья, мы прощаемся с Воспавшим монастыром. Пиром.